доброго дня уважаемые слушатели школа все светлые грамоты сегодня мы с вами поговорим о волшебнике рассмотрим сами а кто такой волшебник что это такой за человек вот современном словаре в словарях попробовал найти определение и к сожалению смешение понятий волшебник маг чародей колдун и все это как бы синоним считается вот если немножко просуждать о причинах такого явления скорее это связано с тем что люди утратили эти способности волшебные так называемые способности воздействия на окружающую среду сотворять материю и так далее то есть они следствие утери разумности оскуднение органов отчувствования их работы до 34 у нас сейчас 5 то как они работают то есть они тоже уже как бы примитивизируется то есть из-за предания то что человек спредает свою разумность созданность по высшему образу и подобию соответственно то есть следствием такого процесса является и вот скажем оскуднение и возможности человека способность поэтому то что раньше было но обыденностью так который вот мы с вами маг уже рассмотрели что такое майки да то есть это люди которые но в принципе все должны быть магами вот и салатуро так и можно предположить что было биологических цивилизаций то есть все могут это делать как у нас же все сейчас могут пойти пойти например то магазина доехать на транспорте куда-то то есть там ходить пешком гулять видеть солнышко увидеть воду ведь мы же это можно для нас это не кажется чем-то таким необычным но вот что будет через сто лет можем ли мог чистейшую воду например или солнышко почему мир то катится люди до катится разумоносно поэтому и раньше вот эти были способности которые сейчас сверхъестественными считаются раньше это могут у каждого человека это были присущи потому что это вложено в каждом из нас настоящее время кто-то еще сохранил вот по генетике может быть как-то человеку наследовал вот удалось роду сохранить это воплотить человеке и поэтому да нам сейчас кажется что это сверхъестественным поэтому неудительно будет если там если при такой вот как был же тенденции что мы еще буквально не там может быть сто двести лет назад спокойно люди так по воде могли ходить но не спокойно да ну вот кто были такие способности то сейчас это уже вообще редкость да то есть вот это вот уже следствие деградации предательства разумности и изучение все светлые грамоты изучение букв по корневых основ она позволит пробудить вспомнить все эти возможности и вот сегодня мы с вами поговорим о волшебнике кто же это такой и попробуем найти ответ с помощью всех светлых грамм так записали слова волшебник действующие силы там на сведанье это не то есть по творцовое единение здесь у нас небо и тверде единение творцово стей вот мы постоянно ведая мы обобщаем обратите внимание под на эту зону в страну на славе это вот здесь стыковка здесь сигмация идет обобщение вот космонавна справа на славной зоны и скажем да тогда тверде явной и справа на славный зон и вот здесь идет а вот видите они же как бы внахлёст здесь идет секваций эти полученные знания мы знаем что это по творцовая может то есть виде она не допускает нездравости еще и она во временах сжигает зло то есть и здесь же принцип хавэ заложен да то есть умножение всего здравого вот это ведание то есть это тот то ли тот то мы знаем да тут поведает познать истину если она сделает вас свободными и тот кто ведает тот и защищен поэтому ведание дает нам очень большие возможности для восхождения ведание если мы еще в совокупности с по творцовом ведание да то есть это уже будет дальше восхождение к тару окрестно вот ведание посредством чего посредством высшей людской святости это золотая чаша если могут здесь вот добавим это уже будет знаком раз разумоносца так это у нас уже символы разумоношения а вот буква о сведание посредством высшей людской святости а что здесь что значит высшая людская святость это когда человечность она возносит жизнестрой мы уже с вами знаем может быть кто не знает и очки вот мы восходим по ступеням и освоение ступени начинается сразу и заканчивается от а ас от следующей ступени снова а вот это уже если для нас это уже райской войска ступень от азов то есть это человек который уже наработал от качества человечности которые ему позволяют возвышать жизнестрой он его возвышает и в этом состоянии конечно человеку вот вписан еще здесь ангелизм и это такая вот очень мощность символ юс он букован татью поэтому вот волшебник он действует действует своей высшей людской святостью своей святостью своими человеческими качествами которые позволяют ему жизнестрой возвышать то есть возвышайте что чтобы он тоже приближался к следующей ступени вот что каким образом то есть ведающий беды он единяет бесконечно он единяет постоянно да вот здесь же мы видим и по творцовой символ вот он бесконечности моего видим здесь вот и восьмерку вот то есть он постоянно единяет постоянно взрыва во взаимосвязи находится из небом из твердью и вот эти знания он здесь их сегмирует сегмирует и нарабатывает свою высшую людскую святость то есть своей человечностью человечность он возвышает жизнестрой и ведь это же и биоструктура руки вот вверх подняты это соответственно тело то есть он задействует свою биоструктуру вот здесь вот это вот и мая идет мы видим и дальше он что он уже обретает и защиту и он может выжигать злату здесь он дальше он может остановиться таким уже мощным вот как можно сказать задействуя принцип приемника потому что вот эти точки вот обратите внимание то есть это уже здесь накапливается мощный потенциал то здесь мягкая если в эту позу он стать на зорьке например на утренний то можно под возобновить себя набрать энергии подзарядиться а вот здесь это уже конечно более энергетичная буква вот в этих зонах мы концентрируем энергию энергию материю воспроизводства вот она здесь мы и защита материю воспроизводства то есть ша злому не бывать видите здесь удлиненный рез у нас получается и вот это копье она уже выжигает тело она не допускает в ползание здесь нездравого не на свой шесток все она его поражает и отправляет на свой шесток то есть это мощное оружие и им через него и им действует волшебник он задействует все свое самое лучшее и он же выжигает зла то есть выжигает не здраво он защищает вот ма защищает этот принцип материю воспроизводства десяти тысячи мерия потому что здесь вот мы его тоже можем увидеть если мы здесь вот воспроизведем вот наш био энерго остов вот вот это вот у нас видите вот он крест ма и вот он здесь ма вот мы его видим здесь он его подлатывать здесь у него нарабатывает здесь вот это у нас а и эта зона о и здесь вот лелька вот наш био энерго остов и дальше идут уже под родовой памяти наш и все это на минеральном основании здесь же еще конечно и там вот такая человек вот поэтому дальше здесь нужно вот подлатывает он его нарабатывает он его восстанавливает и все это ведание все это во взаимосвязи с божьими мирами здесь он уже выжигает и нездравое чтобы не вползала то есть мы говорим ша нездравому значит не бывать мы не допустим в ползании нездравого а для чего для того чтобы корень здесь еб это и воспроизводство сущего то есть уже задействует то есть получается волшебник он да вот свою маму здесь подлатал на солнышке подзарядился восстановился да здесь он защищает то есть он умеет защищать этот принцип для того чтобы воспроизводиться да для того чтобы уже воспроизводить живые системы еб корень и соответственно что это такое это боже тей я теять божественное то есть для чего он вот такие вещи для того чтобы я те то есть слово строительство то есть сотворять коллективный раду разум каким образом ну способствуя приходу сюда божественных знаний или прежней творцовостью для того чтобы побеждать для победы для того чтобы всеми все поколениями единять небо и землю для того чтобы сюда могли приходить такие же божественные системы он их воспроизводит у нас способен воспроизводить эти божественные системы вот какой путь проходит волшебник вот что он делает вот что значит волшебство то есть это умение взаимодействовать с божьими мирами и не только с божьими но и с адовыми структурами не допуская в ползание нездравого поэтому это тоже является мощнейший знак для восхождения и он здесь поражает вот этой буквой фразей на но в отверсти то есть это активно действующая сила и для того чтобы да вот очищать территорию для прихода здравого для прихода божественного и прихода детей в коллективный дух разум знаний детей для того чтобы люди небо сюда к нам прошлое творцовости могли к нам прийти сюда знание а визита здесь видите опора на могучая небесная женская жизнь и началась правнославное мужское вот она справнославия тоже мы видим какое здесь действующие сила для победы для чтобы божественная держала победу чтобы а что это значит о том что значит мы могли восходить то есть волшебник это тот кто расчищает нам путь помогает нам восходить на более высокие ступени то есть тот кто помогает нам зайти в крайской ступени а как он помогает он выжигая не здравое и способствует приходу сюда здравых детей он помогает этому способствует тогда божественная побеждает он сотворяет коллективный дух разум он таким образом и нарабатывает свою солнечность если мы с неба подходит солнце речи реченьки небесно и действует и соответственно нарабатывает этим самым и свою биоструктуру на действует ею это биоструктуры и ее нарабатывает вот тут у волшебника творитель задействующий ма вот это кто кому интересно можете посмотреть про мага может с вами это рассматривали добавлю ссылочку здесь поэтому это разные понятия разные задачи как у нас вот сейчас если в своеменности есть разные профессии вот здесь по этому же принципу есть тоже разные профессии волшебника маг это разные можно сказать если современно интерпретируя разные профессии разные задачи решают и тебя кодировки потом вот волшебники они волшебники только учусь фразой сказки очень великие здесь принципа задействовано поэтому что можно сказать учите буквами боковые будете пристанете волшебниками можете подвозобновить в себе это качество качество это помощи да вот 10 буквы шина аж вот с наш это все поколения единения поколений бабушек и прабабушек и прапрапрапа бабушек и пар прапрапа дедушек с прапраправнуками прапраправнущиками то есть это могучая очень система и вот эта система единения когда небо твердит то есть это вот постоянное взаимодействие его взаимопомощи во взаимовлиянии вот мы достигаем это победы очень интересное слово победа может быть мы его еще рассмотрим ну а вот в современно волшебник это очень сложно найти было отделение потому что обычно там маг чародевы чародей мы тоже рассмотрим и колдун мы рассмотрим это человеке очаровывающим пленяющим кого-либо своим своими знаниями умом мастерству очаровывающий пленяющий смотря в каком контексте смотреть то что пленять можно да это значение очаровать очень понравится а можно это ввести как бы в зависимости тоже совсем другом речь поэтому здесь вот изучающим грамоту нужно четко вот эти границы обозначать вот эту биомембранику нужно видеть ну вот на этом с вами сегодня закончим спасибо вам большое за внимание вот нас еще впереди ждет очень много интересного всего доброго пока